МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире на Ульского телевидения итоги недели. В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте. Традиционный смотр готовности техники и личного состава служб района к возможному поводку прошел в минувшую пятницу. Было представлено более 20 единиц техники. Среди них аварийно-спасательные бригады, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, пожарные машины, автомобили дорожно-патрульной службы и всех служб. Все они активно участвуют в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Технику осмотрел глава администрации района Ильшат Вазигатов. Он отметил хорошую подготовку участников и наличие соответствующего снаряжения и оборудования. К сожалению, в последние годы источников прогнозирования много. Одни говорят, что будет большое половодие, кто-то успокаивает, что большого половодия не будет. Но мы должны быть готовы ко всем критическим ситуациям. То есть мы должны быть большой в воде готовы. И даже в том плане, если у нас накопленного снега на полях мало, но любой дождливый период может к резкому таянию привести и большое половодие вызвать. Хотя у нас критичных таких гидротехнических сооружений нет. Янаулка очищена сегодня. Поэтому надеемся, что не придется большие силы и средства задействовать. Очередной инвестиционный час при главе администрации района прошел 12 марта. В этот день рассмотрели два проекта. Индивидуальный предприниматель Олеся Куляпина представила вниманию свой проект организации химчистки. Для дальнейшего развития бизнеса ей требуется дополнительное помещение. Предприниматель получила консультацию специалистов. Также ей предложили возможные варианты решения вопроса аренды. Вторым участником инвестчаса стала Ирина Гельмулина. В планах ее семьи, уже имеющей личное подсобное хозяйство, создание пруда для разведения гусей. Она получила подробную инструкцию для реализации проекта. Первый шаг – это оформление аренды выбранного участка в Орловском сельском поселении. У каждого предпринимателя были свои вопросы. Ильша Токзамович дала поручение ответственным лицам для того, чтобы их вопросы по мере возможностей были решены. Также напоминаю, что любой желающий может стать участником предпринимательского часа. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте ИнвестРБ либо лично обратиться в отдел по экономическому развитию и предпринимательству администрации муниципального района или по телефону 544-41-544-87. Проведение предпринимательского часа дает возможность предпринимателям заявиться, получить консультационную поддержку и посмотреть на свое дело с другой стороны. И это дает импульс для развития как предпринимательства в целом, так и экономики в целом. Очередной пленум районного общества ветеранов прошел в зале школы искусств 12 марта. На собрание были приглашены председатели первичных ветеранских организаций и руководители социальных служб. В фойе прошла акция «Проверь свое артериальное давление». Председатель районного совета ветеранов Римма Фазылова представила новых членов совета, поздравила юбиляров и вручила им памятные подарки. Главным вопросом дня стала подготовка проведения Года памяти и славы. Для этого был организован оргкомитет и создан план мероприятий. Начальник управления образования Эльвира Шаихова рассказала о том, как ведется патриотическое воспитание в школах района. Ежегодно разрабатывается план по проведению разных тематических уроков, кружков, встреч и творческих работ. Работает тимуровская команда. Оказывается, шефская помощь нуждающимся и пожилым людям. Также школьники помогают в сохранении памятников и обелисков. К участникам пленума вскоре присоединился и глава администрации района Ильшат Вазегатов. Он рассказал о предстоящих масштабных мероприятиях, запланированных в этом году. Это и 75-я годовщина Великой Победы, праздник Плуга Сабантуй, 90-летний юбилей района. Летом 2020 года наша республика ожидает иностранных гостей. И на Ульский район участники всемирной фольклориады планируют посетить 21 июля. В сентябре россиян ожидает единый день голосования. Ильшат Вазегатов призвал активно принять участие и в предстоящем голосовании 22 апреля за внесение изменений в Конституцию Российской Федерации. Поддержать документ или выступить против него смогут все граждане старше 18 лет, кроме недееспособных и заключенных. Пленумы проводятся в районном совете ветеранов почти каждые три месяца. Мы вносим туда самые актуальные такие вот вопросы. То, что мы ветеранской организацией, ветераны, можем способствовать проведению того или иного мероприятия, улучшить жизнь наших ветеранов. Между ними проводится у нас отдельное заседание, там тоже обсуждаем свои внутренние вопросы. Вот сегодня у нас самый большой вопрос был о ходе проведения Года памяти и славы в честь 75-летия Великой Победы в годы войны. Вопросов очень много. Здесь в этом году с выделением материальной помощи и труженикам тыла очень много возникает вопросов. Вот сегодня наши ветераны получили уже на профессиональном уровне ответы на свои вопросы. И потом еще не единым хлебом сыт человек. Мы посмотрели, как мы воспитываем молодежь, детей, детей школьного возраста выступили начальники управления образования, культуры, молодежи, пенсионный фонд и так далее. И самое главное, мы должны воспитать своих детей вот на таком уровне, чтобы они могли передать, какая была эта война, какая это была трагедия для нашей страны. Даже для своих детей, для своих внуков, даже они, оказавшись за рубежом, чтобы они могли остановить вот эти вот страны, которые стараются изменить полное содержание Второй мировой войны. И роль в этой войне Советского Союза, они должны знать историю и дать полноценный ответ. В Янаульском районе вручили первые сертификаты на получение материнского капитала в связи с рождением в семье первенца. Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в программе материнского капитала. Одно из главных нововведений – возможность получить его за рождение первого ребенка. Глава администрации района Ильшат Вазегатов и начальник управления Пенсионного фонда России в Янаульском районе и городе Янауле Ульнара Вильданова поздравили мамочек с таким значимым событием. В торжественной обстановке семь молодых женщин получили право на распоряжение материнским капиталом на сумму 466 617 рублей. Примечательно и то, что среди обладателей сертификатов были и те, кто подал заявление на его получение только вчера, а уже сегодня принимал поздравления и цветы. Конечно, рада, очень рада. Мы родились в январе, а материнский капитал даже думать не думали. Ну, это было неожиданно приятно, неожиданность, конечно. Вот. Не для этого, конечно, старались. Для себя, любимых, ребенок. Долгожданный, желанный. Вот. Но материнский капитал на что будем тратить? На жилье. У нас ипотека есть. Хотим строиться. Туда планируем. Многодетная жительница Инаула Наталья Хмелева нуждается в нашей с вами помощи. Последние два года она борется с тяжелыми последствиями онкологического заболевания. История женщины, не потерявшей надежду и веру в чудо, далее в нашем эфире. Так, ты первая. Потом я. Впервые беда постучалась в дом нашей героини в ее 13 лет. Тогда, будучи еще школьницей, она попала под колеса больше груза. В результате ей пришлось ампутировать часть ноги. Но Наталья не из робкого десятка справилась, окончила школу и поступила в медицинское училище. Позже, наравне со сверстницами, вышла замуж, родила двух мальчишек. Спустя еще три года появились погодки – Настя и Максим. Сейчас старшему сыну Диме уже 20-й год. Он работает и помогает маме и младшим, как может. В 2014 году Наталье поставили диагноз – рак шейки матки. Молодая женщина прошла несколько курсов химиотерапии. Болезнь отступила, но спустя четыре года появился навязчивый кашек. Врачи ставили различные диагнозы, начиная от бронхита, заканчивая туберкулезом. Но истинная причина недуга выяснилась только спустя полгода. Позвонила, в общем, сестра и говорит, ты давай, говорит этот, приезжай ко мне в Вежевск. Я тебе записала на компьютерную томографию. Я на следующее утро выехала в Вежевск. Приехала, компьютерную томографию я делали. Мне сказали, что у меня объёмное образование в лёгком уже. Нетмёртая степень показывает. Я начала там обследование проходить, так как сестра у меня там живёт. Думала, может, операцию сделают, она хоть ухаживать будет. Вначале платно проходили мы обследование, потом она прописала меня у себя. Во временной прописке нам вот давали как бы квоты. Прошла обследование, и мне врачи сказали, что ничем помочь не могут. Можно домой ехать и умирать. Дайте сказали, консилиум врачей был, молиативная помощь только вам. Я домой приехала, мне старшая жена говорит, мама, ты же в 14-м году лежала, мол, в Уфе, и я и туда. Мы поехали с ним в Уфу, но там врачи меня обнадёжили сразу. Хороший врач попался, Бадеев фамилия. Бадаев ли, Бадеев ли? Он мне сказал, что это всё лечится, не переживай, мы тебя на ноги всё равно поставим. И вот я по новой там снова прошла обследование, и мне насадили химию. Я уже в том времени кушать ничего не могла. Врачи сдержали своё обещание и помогли Наталье почувствовать улучшение. К тому времени она похудела до 35 килограммов. Огромная опухоль в лёгком сдавила пищевод. Принимать еду она могла только через зонт. Два новых курса химиотерапии помогли встать на ноги. Открылся пищевод, появился аппетит и желание жить. Но тут, откуда не ждали, пришла новая беда. Подкосила банальная простуда. И вот уже три месяца Наталья не выходит из дома. После больницы я, хоть и, конечно, хожу, так этот, шатка-валка, но всё равно я это, как бы, позитивный человек. Я уже радуюсь, у меня есть силы, у меня есть желание жить. Что вы хотите? У вас какая-то вот есть мечта? Хочу просто жить и воспитывать своих детей. Чтобы болезнь отошла от меня, больше мне ничего не надо. И чтобы дети мои здоровые были. Вся семья. Дети у меня очень хорошие, они мне во всём помогают. Хочу просто жить, чтобы я увидела своих внуков. Рядом с Натальей всегда её любимые дети. Средний сын Данила – первый помощник по хозяйству. Моет полы и посуду. Настя помогает в готовке. Не забывают и близкие подруги, готовые прийти на помощь в любой час дня и ночи. Мы работали тогда вместе с ней в такси. Тогда узнали. Ну да, тяжело было. Мы даже вот, я даже не могла ей, я не знала, что ей сказать, как поддержать. И вот у меня не было в тот момент слов. Как-то вот, и она уехала на обследование в Ежес. Мы, честно, по телефону только мы общались. И всегда, когда у меня есть свободное время, я всегда приезжаю к ней. Всегда, когда есть время, стараюсь прийти. И с ночёвкой я приезжаю. И с детками мы поём, пляшем, телевизор смотрим, и в бане купаемся. Такой яркой и энергичной наша героиня была ещё несколько лет назад. Глядя на фотографии румяной девушки с огромными зелёными глазами, трудно узнать Наталью сегодня. Здоровой и красивой помнят её и дети. И очень хотят жить так, как раньше. Я хочу, чтобы мама была здорова. Чтобы она много бегала, ездила на великах, готовилась на лыжах. Женщина нуждается в нашей с вами помощи. Для того, чтобы пройти бесплатное обследование, требуется время. А его у Натальи попросту нет. Она мечтает набрать вес, пройти исследование в столичной клинике и как можно скорее получить лечение. Номер для связи с Натальей вы видите на своих экранах. По этому же номеру телефона можно перевести любую посильную денежную помощь. Наталья не теряет веру в лучшее и очень надеется отметить свой 42-й день рождения в кругу своей семьи. Веселый смех и раскаты аплодисментов не умолкали вечером 11 марта. В межпоселенческом культурно-досуговом центре прошел полуфинал Янаульской лиги КВН. Участие в игре приняли 11 команд из двух городов. Кто, по мнению жюри, стал самым веселым и находчивым, расскажет резидент Вокрещенова. А я смотрю, рыжая кошечка кусается, а если поцелую, я не поняла, это угроза или предложение. Это весна, детка! Новый сезон игр клуба веселых и находчивых открыла одна из самых юных команд Янаульской лиги «Котики». Учитывая, что на дворе март, молодые юмористы вели себя на сцене вполне уверенно. Выступать первыми несложно, признаются они. Когда ты первый выступил, то ты можешь в зале посмотреть выступления чужих команд и не посмотреть, смешные ли у них шутки, и потом посчитать, какое место ты можешь заработать, пройти финал или не пройти. Я вижу интерес в том, что когда ты говоришь шутки, ты можешь сам над ним посмеяться. Когда ты выходишь на сцену, я почувствую, что у меня сердце как будто не дышит, и это... Волнение? Да, волнение. Главный кот из котиков, президент идей Петя Котов, отпустил пару шуток в сторону правительства и попросил дать ему шанс побыть молодым главой. Я знаю применение тендеригамы. Закрываем банду, открываем дом детского творчества. Это тоже учащийся по величным премьерам. В центре города открываем ТФС, а то каждый раз, чтобы поездить с ведра, приходится в Нефтекамск ездить. И детский мир, чтобы родителям жизнь не казалась малиной. Участницы команд «Одноклассницы» позвали на помощь своих старших братьев. И все для того, чтобы войти в финал. Несмотря на то, что порой девочки забывали текст, они достойно показали визитку и получили поддержку зрителей. Так, девочки, мне кажется, они исполняют. Надо срочно их избавиться. Мальчики там голос. Придумывать шутки, конечно, тяжело. По-моему, уже готовимся за два месяца до КВН, а так, когда на сцене, то волнительно. С выходом каждой команды на сцену градус юмора повышался. Девушки гимназии с иголочки неожиданно для всех пригласили на сцену председателя жюри Альбину Саляхову и пошутили по девичьи. «Этот букет вам! Спасибо огромное! Присаживайтесь!» «Те шутки, которые они применили по отношению ко мне, они действительно были такие жизненные, скажем так. И в зал, по-моему, они прошли. Зал эти шутки понял и принял. У нас и новость калига отличается как раз, наверное, неожиданностью, когда от команды иногда не ждешь, что они покажут именно вот такой вот уровень. КВН – это сама по себе такая игра, когда ты чего-то ждешь хорошего и всегда дожидаешься. На то это и КВН, и юмор. Юмор, он всегда помогает нам жить, помогает любой ситуации. Сегодня наши команды, а их было 11, они нам доказали, что они большие молодцы». Шутки над единственной дамой в жюри на этом не закончились. Самая хулиганистая команда на высоте также не оставила ее без внимания. «Нам начать хотелось бы с обращения к жюри. Мы тут узнали то, что у Альбины Эльдаровны недавно был день рождения. Но и самый лучший подарок – это подарок, стыренный с моими руками». «Оскар, показывай!» «Смотрите, что я стырил новым, а пинтолом, с красотолётом, коровым». «Так это же ее машина!» «Вот именно! Вот вам новая сигнализация!» Девочки из зала «Ожидание» шутили много и от души. На тему 8 марта – коронавируса и нового кинотеатра. «Петровна, а вот ты как думаешь, до нас коронавирус дойдет?» «Газ не дошел, горячая вода не дошла, свет не дошел, дороги не дошли». «Ты думаешь, до нас коронавирус дойдет?» «Вот что, как и с тобой?» «Кородный кинотеатр в нашем городе». «Вот уже в четвертый раз, прости, Боже, открываем наш кинотеатр!» «Стойте, стойте, не готовы еще!» «Вот уже в пятый раз, закрываем наш кинотеатр!» «Участники команды «Квант», как всегда, выясняли отношения. Девочки разбирали подарки на 8 марта, а под конец выступления вовсе решили сесть на правильное питание. «Мне очень нравится играть в КВН, мне это приносит удовольствие. Вообще, все шутки понравились, все команды молодцы. Я очень рада, что у нас организовали такую лигу. Очень рада, что у нас все любят КВН, все пишут шутки, что он за нас болеет, что нас все любят». «Я боюсь, что кто-нибудь из вас нас поцелует. Моя женщина этого не поймет. Айдур может плачь называть маму своей женщиной». К сожалению, в ходе игры возникли технические неполадки. Но настоящим КВНчикам и это не стало помехой. Красивая сборная Башкирской гимназии из Нефтекамска отлично справилась с внештатной ситуацией. «Мальчики, вы вообще какие-то несовременные. В смысле мы несовременные? Ты вообще знаешь, на каких известных блогеров мы подписаны? Ради Харидович, Рустем Маратович, Радмир Рафилович. Айнур, а ты кем будущим хочешь стать депутатом? Почему? Да с моим делом сажаем либо депутатом, либо каишником». Каждый член жюри отмечал для себя достойную шутку и имел право взять лишь одну команду финал. Несмотря на то, что Салават Кашапов сам КВНчик со стажем, игру оценивал весьма серьезно. Сегодняшняя игра Янаульской лиги КВН полуфинал отметилась своими яркими моментами. То есть как гостей нашего города, с города Нефтекамска, участвовало три команды. То есть отдельно лично для себя я выделил команду навсегда. Так и наших янаульских команд. То есть с каждым годом шутки становятся более актуальными, более острыми. То есть если брать наши времена, то не все шутки, скажем так, пропускались, то на сегодняшний день уже более-таки актуальные, острые, даже иной раз социальные темы затрагиваются. Если взять отдельно по командам, по распределению мест, точнее, то есть первые, вторые места, то наиболее сильно себя действительно проявила команда «Бонус». То есть сегодняшнее выступление было, скажем так, одним из сильнейших на близких тех выступлений, которые были до этого момента. У команды «Поколение» средней школы номер 6 города Нефтекамска я для себя лично выделил шутку про змей, которые разговаривают на башкирском и татарском языке. То есть это было что-то такое необычное, и мне понравилась актерская игра участников команды. Параллельно шло голосование в социальной сети. Команда «Бонус» набрала максимальное количество лайков и по праву заняла первое место. На второй позиции красивая сборная, третьими стали ребята из команды навсегда. Не обошлось в этот день и без приятных сюрпризов. С легкой руки ведущего в финал Янаульской лиги прошли все 11 команд. Из Донова Крещенова Артур Мухамеджин, служба новостей Янаульского телевидения. Таковы события уходящей недели. Впереди нас ждут выходные дни. Проведите их с пользой. 15 марта ожидается пасмурная погода, снег, ветер северо-западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров, ртутная столба. Температура воздуха ночью минус 2, минус 4, днем плюс 2, плюс 4 градуса. По данным МЧС, в республике ожидается переменная облачность, осадки в виде дождя и снега. Местами гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на северо-восточный, 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем от минус 1 до плюс 4 градусов. Внимание! Внимание! В аптеках Фармленд феноменальный кэшбэк 10% на все покупки от 500 рублей. Скидки сохраняются. Приходи, покупай, экономь с Фармлендом. Внимание! Внимание у жителей частного сектора города Янаула. Администрация городского поселения убедительно просит произвести очистку водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод, до избежания подтопления соседних участков, тротуаров, улиц и проездов. Уважаемые янаульцы, в честь празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в рамках проведения информационной кампании «Фронтовые письма» военный комиссариат города Янаула, Янаульского и Калтасинского районов просит откликнуться неравнодушных жителей. Если в вашем доме хранятся оригиналы или копии фронтовых писем, просим принести их в военкомат по адресу город Янаул, улица Победы, 95. Памятные письма пополнят экспозицию музейного комплекса «Дорога памяти». Редактор субтитров А.Семкин